Волчок Сопернику теперь не уйти Инфинити Только сильный пройдет свой путь и найдет силы не свернуть Только сильный или это ты Все старания твои не пусты Помни про баланс и лови свой единственный шанс Инфинити надо за год Нападать Защищать Побеждать Не отступать Ты вперед к победе лети Атакуй ведь, нет обратно пути Инфинити надо Шестнадцатая серия Хранитель темной обители Неужели это и есть темная обитель? Да, судя по всему она сразу же за лесом А? 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 Где мы? А? А? Вики? Эй! Вы как? Очнитесь! Эй! Ну вставайте! Пожалуйста! Райан! О! Вы не ранены! Как мы тут оказались? Я вспомнил Сработала ловушка, а потом Верхом на арене мы неслись вниз Да! Получается мы оказались здесь упав с самого верха Теперь понятно почему у меня все болит А? А где Люк? Что-то я его не вижу И правда Кажется его с нами не было на той арене Люк! Ты где? Люк! Отзовись! Я его не нашел А ты? Тоже не нашла Я тоже Там его нет И куда он подевался? Не может быть чтоб он пошел в темную обитель без нас Почему нет? Мы ведь ее и ищем Я думаю не стоит искать Люка здесь Может Люк уже там и ждет нас? Тогда скорее в путь в темную обитель на поиски Люка Прежде всего надо выбраться из этого леса Похоже на то что мы все это время ходили здесь кругами А? Это был чей-то голос? Видимо что то мне это не нравится А? 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 Это же не какой-нибудь монстр правда? Ну, вряд ли. Разве что тигр или медведь. Ты прям успокоил. Не все ли равно? Бежим! Скорее, скорее! Ребят, это вы! Мне кажется, или этот монстр... Говорящий? Нам не сдобровать. Человек? Это я! Пошел! Тренер Дэниел? Я вас наконец-то нашел. Как я рад. Думал, что уже вас не увижу. Точно. С нами же на поиски пошел еще тренер Дэниел. Я совсем забыл. Тропинка! Отлично! О, нет. Страшно. Хорошо, что не упал. С этим справился. А? Какой жуткий туман. Дороги совсем не видно. Что же делать? Нужно быть еще осторожнее. А? Там огонь? А-а-а! А-а-а! Что? Что это было? А? Я же... Прямо посреди арены для сражений. А? Кто там? А-а-а! 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 Огромный страшный монстр! А-а-а! А-а-а! Помогите! А-а-а! А-а-а! На помощь! А-а-а! 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 Ты явно не отсюда. Отвечай мне, что тебе здесь нужно. А-а-а! 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 Брат, вы меня напугали. Мне плевать. Быстро отвечай. Похоже, ты ученик Академии НАДО. Ты не должен был сюда приходить. А ну, быстро исчезни с моих глаз. Эй, в смысле? Почему не должен? Разве там дальше не начинается темная обитель? Ты прав. Впереди действительно темная обитель. Меня зовут Цайлон, и я хранитель темной обители. Что? Вы хранитель Цайлон? Здорово! Прошу вас, мне очень нужно попасть в темную обитель. И не мечтай. Почему? Потому что тебе туда никогда не пройти, ни под каким предлогом. Но мне нужно туда попасть. Я должен разузнать у Фантома всю правду. Ты ищешь Фантома? Да. Говорят, что он в темной обители. Тебя обманули. Уходи! Нет! Просто так! Я отсюда ни за что не уйду! Я должен убедиться лично, что Фантома здесь нет! Раз так, не будем изменять обычаи. Сначала ты должен победить меня в бою. Его пускатель абсолютно не похож на мой. Но если проиграешь, ты должен будешь сразу же уйти. Правда? Чтобы пройти, я должен просто победить? Отлично! Темный обитель ждет меня! Я сейчас! Не слишком ли ты уверен в своей победе, юнец? Ну, а как же? Не рассчитывать же мне на свой проигрыш! Для победы уверенность нужна! Крылья Ареса! Мы справимся! Хороший инфинити надо! Эй, скажи, как твое имя? Меня зовут Люк. Я готов. Давай начинать! Отлично! Так нападай! Ничего себе! На твоем инфинити надо! Что, молот? Три, два, один! Надо! Похоже, это атакующий инфинити надо! Вперед! Огненный молот! Крылья Ареса! Не сдавайся! Что такое? Такая сильная атака? О нет! Крылья Ареса! Берегись! Какой ужас! И откуда у него такая сила? Держись! Что? Его сила только растет! Три молота на моем инфинити надо позволяют нанести по сопернику разрушительный удар! Тебе от меня не уйти! Уклонился! Такой удар мог оказаться последним! Всю энергию вращения он тратит на мощные атаки! Нужно найти подходящий момент и контратаковать! От арены живого места не осталось! А его энергия вращения так и не упала! Ха! Думаешь, я не раскусил твой жалкий замысел? Знай! Игра в прятки еще никому не помогла сразить меня! О! Тогда! Прыгай! Крылья Ареса! Что такое? Сейчас сыграем по моим правилам! Посмотрим, кто победит! Отлично! Теперь туда! Хм! Вот как! Получай! Вперед! А-а-а! 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 Но... Но как? Он и правда силен! Хм! Я думал, ты простой ученик из Академии НАДО! Но ты использовал приемы игроков обители! Однако, даже используя эти приемы, огненный молот никогда не победит! Я не сдаюсь! Прошу! Давай еще раз! Я не проиграю! И так, давай! Ты не усвоил урок! Ладно! я не видел люка по дороге сюда если вы все тут обыскали думаю нам с вами нужно в ту сторону ну да плюс мы еще не искали люка только там тогда идемте поищем люка там не хотелось побродить в темноте чего ты со мной вам нечего бояться я выведу вас отсюда без единой царапинки можешь поверить что вы там говорите ничего скорее в путь держитесь меня если мы разделимся снова потеряем время ладно ладно кстати дорога ухабистая смотрите под ноги ну и что вы там стоите помогите мне нам точно стоит идти с ним если мы с ним не пойдем кто же будет все время его спасать а держись крылья ареса как это опять ты что правда не видишь какая пропасть нас с тобой разделяет с такими умениями тебе меня ни за что не победить нет я смогу смогу победить прыжок прыжок еще прыжок быстрее помогите мне а вот опять опять не вышло еще еще одну битву это же пчелы не его день ну уж нет я тебе ни за что не сдамся давай помогите мне слезть отсюда пожалуйста как он туда залез давай крылья ареса подожди пожалуйста цейлон давай еще сколько бы мы не сражались тебе не победить сдавайся но я не хочу пока я могу буду биться я верю что рано или поздно мне удастся одержать победу прошу тебя дай еще шанс ты уверен что можешь продолжать твой инфинити надо уже на пределе наше противостояние абсолютно бессмысленно сдавайся наконец крылья ареса прости меня я просто хотел победить мне было неважно какой ценой я думал только о себе а это же луна густой туман рассеялся ветер начал дуть ветер точно используя ветер я смогу победить крылья ареса покажи свою мощь пожалуйста это наш последний шанс во имя дедушки во имя правды покажи мне свою силу давай цейлон ну что же я сражусь с тобой но в этот раз никакой пощады смотри не пожалей начинаем три два один надо в этот раз нельзя проиграть берегись крылья ареса бесполезно собираешься все время убегать без атак нет постой держись ну и ну тебе не победить меня в атаку огненный молот теперь пора давай а ты наивный еще никто не побеждал огненный молот это не все еще не конец настало время показать ему свою истинную силу давай лети по ветру крылья ареса как это вот так знай мою силу вперед это интересно использовать ветер для усиления вращения но тебе это не поможет а это дух атакуй огненный молот а держись крылья ареса громовая атака а я опять проиграл ему тебя кажется зовут люк а я восхищен твоей выносливостью но только самые сильные могут войти в обитель а теперь прощай а простите в следующий раз я буду осторожнее честно правда правда ну да ну да а отдохните вон там тренер мы пойдем искать дальше ладно ну все мы скоро будем осторожнее а а а что это такое а а а даже не думай да за что мне все это а плохой день кто меня теперь спасет а 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 почему опять а а а а и а Как хорошо По крайней мере Тут есть вода Не думал, что хранитель Цайлон Окажется таким сильным в бою Прости Сегодня тебе досталось Это не повторится Ничего Мы сможем в следующий раз Но пока я совсем не знаю как Как же мне поступить? В следующей серии В лесной хижине Новый знакомый Люка Кует детали для Инфинити Нада Может их встреча не случайна И деталь, подаренная Люку Поможет победить хранителя Цайлона Кто же такой этот таинственный кузнец? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переведено и озвучено Стрейк-про в 2020 году Роли дублировали Даниил Ефремов Алексей Пустовойтов Даниил Бледный Дарья Шевчук Ярослав Горнаев Дмитрий Череватенко Лина Иванова Антон Багдасаров Александр Коврижных Дмитрий Полиновский Александра Курагина Владимир Голицын Алексей Рыжков Ты вперед, к победе лети! Атакуй ведь нет, обратно пути! Инфинити! Знай, земля силы полна Пусть твои мечты питает она И гроза тебе не страшна В бурю мощь твоя растет, как волна Ты, волчок, свой раскрути И желание воплоти И сопернику теперь не уйти Инфинити! Только сильный пройдет свой путь И найдет силы не свернуть Только сильный! Или это ты, все старания Твои не пусты Помни про баланс И лови свой единственный шанс Инфинити! Надо загадать! Нападать! Защищать! Побеждать! Не отступать! Ты вперед, к победе лети! Атакуй ведь нет, обратно пути! Инфинити надо Семнадцатая серия Напролом А? 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 В... В общем Здрасте А? 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 Извините, пожалуйста Это... Это ваш дом? А? 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 это? Точно. Это для модификации инфинити надо. Ого. Ясно. Проблема кроется в толщине атакующего кольца. Куда вы? Так, приступим. Сделайте его тоньше. Значит ли это, что вы? Кузнец инфинити надо? Так вот как куют новые детали. А что, ты впервые это видел? А? Ну да, впервые. Ты был прав. Я действительно кузнец инфинити надо. Каждый раз, когда мне нужны новые детали, я прихожу в это место. Правда? Что вы? А? Раз не торопишься и без дела, окажи услугу. Но я... Что? Не поможешь? Простите, у меня просто есть срочное дело. Какое? Чтобы пройти в темный обитель, надо сразить Цайлона. А у меня пока не выходит. О! Хочу быть сильнее. Этот инфинити надо принадлежить тебе? А? А? Ну да. Держи. А? Хочешь стать сильнее, иди за мной. А? Стойте! Хочешь стать сильнее, иди за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной. А? А? Собирай эти камни. Да, сейчас. Больно! Иди за водой. Хорошо. Хорошо. Какой же он едкий! О, это вы? О! Как здорово! Вот как куются детали! Воду! Да, конечно, вот она! Что делать? Ого! Вы его доделали! Я раньше не видел, как делают детали для инфинити надо. Так здорово! Кажется, теперь я понимаю, почему у Аллана такая мания. Каждая деталь при изготовлении наделяется душой. Душой? Если ты не воспринимаешь битву всерьез, и не придаешь значения деталям инфинити надо, выходить на арену бессмысленно! Правда? А что такое? Куда вы? Детали только тогда показывают истинную силу, когда они в полной гармонии с инфинити надо. И как узнать, что выбрал нужную деталь? А? Когда устанавливаешь ее? Если ты настоящий игрок, внимательно слушай пульс своего инфинити надо. Слушать пульс? Именно. Только прислушиваясь к инфинити надо, ты можешь понять, что ему необходимо, и как тебе вместе с ним побеждать. Ага. И тогда ты научишься чувствовать, какие детали нужно подбирать. Я понял. А? Ого, вот это да! Какое мощное вращение! И это благодаря модификации? Удивительно. А? А? Смотрите, получилось! Получилось! Готово! Оооо! Ух ты! Оно прямо светится! Ха-ха! Спасибо! Попробуем! Порядок! Спасибо вам большое! Хм? Что? Ну-ка. Хм, хорошо. А? Как много деталей вы сделали! Это восхитительно! Только благодаря твоей помощи я закончил их раньше, чем думал. А? Я же ничего такого не делал. Вот, выбирай. Правда? Считай, это моим спасибо. Я не могу. Я не для этого вам... Перестань. Выбирай. Но я же... Ты же хочешь стать сильнее. Модификация твоего Инфинити-надо поможет тебе в этом. Вы поэтому позволили помочь? Хватит болтать. Выбирай. Ладно, ладно. Спасибо вам большое. Модификация поможет мне стать гораздо сильнее очень быстро. Может, так я смогу победить Сайлона. Вот только знать бы, какую деталь мне выбрать. Атаки огненного молота невероятно мощные. Моему Инфинити-надо нужна хорошая защита. Стоп! Его атаки разрушительны, но чрезмерная защита снизит скорость вращения. Значит, мне нужно повысить выносливость и держать дистанцию. Так у меня будет больше шансов на победу. Нет, тоже не то. Нельзя просто отсиживаться. Чтобы победить огненный молот, нужно атаковать самому. Что же мне делать? Точно! Чуть не забыл. Эта битва не только моя. Прошу тебя, крылья Ареса. Подскажи мне, пожалуйста. Точно! Решено! Хочу это! Защитное среднее. Крылья Ареса подсказал мне. Готово! Наконец-то! Я улучшил крылья Ареса. Думаю, между нами и правда есть связь. Вы тоже так думаете? А? А где же он? Как же так? Я пришел вновь сразиться с тобой, Цайлон! Это ты, Люк. Снова пришел. А я уж начал думать, что ты сдался. Я не сдаюсь просто так. Давай! В этот раз я смогу тебя победить! Ты очень храбрый. Этого не отнять, но, боюсь, одних твоих слов недостаточно. Можешь биться со мной сколько хочешь, но тебе не победить. В этот раз я пришел не один. Мы покажем тебе свою силу. Ясно. Ну что, готов? Вперед! Крылья Ареса! Три, два, один! Надо! Как это? Опять отбился? Бесполезно. Моя сила выше твоей. Долго ты не сможешь противостоять. Что? У меня нет на тебя времени. Пора с этим покончить. Крылья Ареса! Держи удар! Хм. Хорошо. Так держать. Борись! Похоже, ты заменил одну деталь. Ну что ж, ты зря старался. Я все равно сильнее. Чудно. Мальчишка очень самоуверен, но я это исправлю. Нас не испугать! Вперед! Крылья Ареса! Хм. Хочешь атаковать прямо в лоб? Давай. Огненный молот! Выми его с арены! Как это? Супер! Давай еще раз. Как? Крылья Ареса! Сейчас наш шанс! Что такое? Дело не только в защите. Он стал еще и быстрее. Это так. А? Чтобы тебя победить, мне нужно было улучшить сразу несколько свойств. Именно поэтому я выбрал среднее защитное кольцо. По нему не скажешь, но оно способно улучшить все характеристики. Хм. Огненный молот! Еще атаку! Опять не вышло! Сначала отрази атаку! Обманный маневр! А? А теперь выбери момент для атаки. В этот раз я все предусмотрел в своей стратегии. Так, давай атаковать! Крылья Ареса! Неплохо. Раз ты такой неугомонный, сейчас я покажу тебе свою истинную силу! Огненный молот! Что? Двойное кольцо? Как такое вообще возможно? Спокойно, крылья Ареса! О нет! Уходи! Получается, благодаря этим двум кольцам его инфинитинада стал сильнее. Как же быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В атаку! Огненный молот! Нам нельзя отступать! В бой! Крылья Ареса! Срази его, и мы пройдем в темную обитель! Хм. Докажи, что ты этого достоин. Дорога туда открыта только самым сильным! О, нет! Будучи хранителем... А? Я никогда и ни за что не позволю слабому пройти в темную обитель! А-а-а! Крылья Ареса! Мой молот сотрет тебя в порошок! Мы не проиграем! Крылья Ареса! Что? У него до сих пор остались силы противостоять огненному молоту! Ему явно было тяжело все это время! Мы не намерены тебе проиграть! Твоя сила велика, но победа будет за нами! Ишь ты! Твоим словам не сбыться! Давай! Выходи! Знай, что мой огненный молот не щадит тех, кто живет фантазиями и не смотрит на вещи трезвым взглядом! Вперед! Огненный молот! Возьми и разрушь их жалкие надежды! Я не боюсь! Я знаю свой инфинитинада! Давай! Крылья Ареса! Вызови шторм победы! И обрушь его на противника! Молодец! Как он это? Огненный молот! Останови их! Круто! Давай! Продолжай! За тебя не страшно, в бурю мощь твоя Он что, вызвал духа? Ты волчок свой раскрути! Крылья Ареса! Борись! Не воплоти! И сопернику теперь не уйти! Ты в инфинитете только сильный пройдет свой путь и найдет силы, не в силу! Только сильный! И это ты все старания твоими пустын! Помни про баланс! Это победа! Ну и ну! Здорово! Я победил! Ты молодец! Крылья Ареса! Это и твоя победа! Спасибо тебе за то, что сражался! И да! Спасибо, дорогой кузнец! Благодаря вам я победил! Надеюсь, вы меня слышите! Если бы не вы, я бы не победил никогда! Но я так и не узнал вашего имени! Победа за тобой, Люк! Я верен слову, а значит, пущу тебя в темную обитель! А-а-а! 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 Это... Ну что ж, Люк, добро пожаловать в наши земли! Это темная обитель! В следующей серии не успел Люк прийти в темную обитель, а его уже все хотят победить в битве Инфинити-Надо. Пока Люк сражается, появляются три верховных воина. Чем же обернется новое знакомство? Смотрите в следующей серии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переведено и озвучено Стрейт-Про в 2020 году. Роли дублировали Даниил Евремов, Алексей Пустовойтов, Даниил Бледный, Дарья Шевчук, Ярослав Горнаев, Дмитрий Череватенко, Лина Иванова, Антон Багдасаров, Александр Коврижных, Дмитрий Полиновский, Александра Курагина, Владимир Голицын, Алексей Рыжков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ты вперед к победе лети, Атакуй ведь нет обратно в пути, Инфинити!" Знай, земля силы полна, Пусть твои мечты питает она. И гроза тебе не страшна, В бурю мощь твоя растет, как волна. Ты, волчок, свой раскрути, И желанье воплоти, И сопернику теперь не уйти. Инфинити! Только сильный пройдет свой путь, И найдет силы не свернуть. Только сильный, или это ты, Все старания твои не пусты? Помни про баланс, И лови свой недилственный шанс. Инфинити надо загадать. Нападать, защищать, Побеждать, Не отступать! Ты вперед к победе лети, Атакуй ведь нет обратно в пути, Инфинити надо. Восемнадцатая серия, Три Верховных Воина. А? А? Это она? Ладно, пора в атаку. Эй, держись, не сдавайся. Вот и темная обитель. Своё обещание я выполнил, теперь мне пора. Стойте! Подождите! Скажите, кто может знать, где Фантом? Я не в курсе. Желаю тебе успехов. Но... Но... Ура! Я победил! Это не в счет! Еще раз! Ура! 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 Кого же мне спросить? Все увлечены битвой. Слушайте, внимание! Кто-нибудь видел здесь незнакомца? Что? Незнакомца? Здесь? В смысле? А-а-а! Так вы ничего не знаете. У нас в темной обители наконец-то появился новенький. А? Симос, ты о чем? Как это? Неужели хранитель кого-то пропустил? Я уже и не помню, когда такое было. Он должно быть не из робкого десятка, раз Цайлон его впустил. То есть, этот новенький непомерно силен. Можно сделать выводы, что он сражается жестоко и беспощадно. Хе-хе-хе! Я слышал его рост больше пяти метров! Он самый настоящий монстр! Это просто невероятно! Никого нового я здесь не видел. Вряд ли бы он скрылся. Наверняка он ничего из себя не представляет. Предлагаю его найти и устроить ему хорошую взбучку. Да! Покажем ему свою силу! Отправим его туда, откуда он пришел. Так чего же мы ждем? Вперед искать его! Да! Наконец-то все ушли. Я, конечно, не уверен. Но, похоже, они пошли искать меня, чтобы сразиться со мной. Пойду-ка я поскорей найду фантома и все у него узнаю. Хе-хе-хе! А? А вот и ты! Нет, это не я! Чего ты всполошился? Расслабься! А ты кто такой? Я Чень У! Так, пошли! И куда? Пошли и узнаешь! Эй! Подожди меня! Ну все! Давай! Доставай свое инфинити надо и мы сразимся! Эээ... Мы же только что познакомились. У нас тут битвы не по расписанию вообще-то. Но почему ты выбрал меня? Ха! Да ладно, ты серьезно! Меня так не обдурить! Я с первого взгляда все понял. Ты явно не из наших мест. Что? Я вот не пойму. Ты же совсем обычный. Почему Цайлон тебя вообще пропустил? Обычный? Не важно. Давай биться. Я сразу пойму, какой ты. У него пускатель, как у Цайлона. Интересно, в темной обители у всех такой? Если я смогу тебя победить, я точно буду самым знаменитым. Быстрее! Давай сражаться! Эээ... Но как? Да хватит тормозить! Эээ... Ну ладно. Крылья Ареса! Мы сможем! Кстати, меня зовут Люк. Начнем! Ха! Ну покажи, что ты можешь! Три! Два! Один! Надо! Ха! Надо! Ха! Смотри, как я сейчас тебя сделаю! Вперед! А? Зажал меня! Как раз то, что нужно! Я быстренько с тобой расправлюсь! Рано радуешься! Теперь атакуй! Вперед! Крылья Ареса! Как бы не так! Вперед! Крылья Ареса! Я хотел тебя спросить! Может быть, ты когда-нибудь слышал про одного... Ха! Такого поворота я не ожидал! Что же делать? Эээ... Ты слышал про фантома? Вот ведь! Надо попробовать еще раз! Но он очень силен! Эээ... Ты что, меня игнорируешь? Точно! Так и сделаем! Ты о чем? Я такой умный! А? Так! Бежим скорее! Эээй! Куда ты меня тащишь? Подожди! Эээ... Люк, тебе наверняка негде остановиться! Эээ... Ну да! Ну вот! Можешь пожить здесь! Да? Не переживай! В темной обители победа значит все! А раз ты меня победил, я готов тебе помогать! Ну что же! Спасибо тебе огромное! Ага! Только ты пока не выходи из дома, ладно? А? То есть как? Ну уж нет! Я пришел сюда по делу! А? Ты не можешь запретить мне выходить из дома! А? А вот и могу! Ты меня послушаешь и останешься здесь! Иначе другие узнают о моем поражении и будут смеяться надо мной! Вот когда я выиграю, я тебя отпущу! Понял меня? А? А о чем ты вообще? Давай сразимся прямо сейчас! Нет! Ты слишком силен! Сейчас я снова проиграю! Так что мне нужно продолжить свои тренировки, пока я не стану сильнее тебя! И сколько тебе нужно на это времени? Я не знаю! Пока я не выиграю, сиди здесь! Ясно тебе? У меня все! Пока! Эй! Ты куда? Выпусти меня! Постой! Эээ... Да ладно! Он не запер дверь! Прости меня, но я здесь не останусь! Эээ... 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 Можно у вас спросить! Эээ... Ни- ни... Ни- ни... Ни- чего, простите! Уже ухожу! Эээ... Ага! Я где-то его видел! Вроде не местный! Может он... Хм, так это был ты. Думал, сможешь нас одурачить? А? Что я вам сделал? А? Что это с тобой? Хватайте его! Это он, тот самый незваный гость! Нет! Подождите! А-а-а! Нашелся! Так, вот ты где! А-а-а! Давай биться! Я уверен, что быстро тебя одолею! А? Биться? Эй, я первый хотел! Это я должен быть первым, кто с ним сразится! Кто сказал? Молчать! Я буду первым! Нет! А? Не понимаю, что здесь происходит? Хе-хе-хе-хе! Кажется, тут всем не терпится сразиться с нашим новеньким! Э-э-э, тогда пусть с ним сразится каждый, и все будут счастливы! Битвы инфинитинато! Битвы инфинитинато! Битвы инфинитинато! Здесь все так любят сражаться! Ну что ж, давайте сразимся! Битвы инфинитинато! Битвы инфинитинато! Битвы инфинитинато! Вот это я понимаю! Так, три! Два! Один! Надо! А-а-а! Ха-а-а! Давай, крылья Ароса! Атакуй его! А-а-а! Теперь моя очередь! А-а-а! Даже не заметил! Ладно, теперь я! Жди своей очереди! Моя очередь! Еще случилось! А-а-а! Просто обожаю беспорядочные! А-а-а! 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 Они как с ума сошли! Да вы не мешайте! А-а-а! Да пропусти! А-а-а! А-а-а! Это они! А-а-а! 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 Прийти в темную обитель и не знать этого имени! Ты чего? Между прочим, внезапный шквал сильнейший в темной обители! Сильнейший? Да! Шквал здесь! Внезапный шквал! Он здесь! Он здесь! Он здесь! Внезапный шквал! Так это тебя пропустил Цайлон! Как так? О чем Цайлон думал своей головой? Как он посмел пропустить ученика Академии Надо? Да! Как ты вообще смог нас найти? И что привело тебя сюда? К нам в темную обитель! А-а-а! Я пришел сюда в поисках одного человека! Для меня это очень важно! Мне сказали, что он может быть здесь! И кого ты ищешь? Подскажите! Может быть, вы знаете некого фантома? Кого? Ты разыскиваешь человека по имени Фантом? Именно! Если вы что-нибудь знаете о том, где он? Или где может быть? Прошу, скажите мне! А ты подумал о последствиях? О чем вы? Хм! А? Стойте! Подождите! Так вы знаете что-нибудь? Послушай меня внимательно! Я отвечу на твой вопрос! Если сможешь победить меня! Победить? Да! Победа здесь значит все! Таково правило обители! Но... Твоими соперниками будут три верховных воина! Три верховных воина? Я один из верховных воинов! Соник! Хм! А я? Филипп! Пора показать тебе, как бьются в темные обители! Хм! Вот это да! Собравшимся сегодня повезло! Сейчас начнется ожесточенная битва! Сегодня будут сражаться три верховных воина темной обители! И Люк, победивший хранителя Цайлона! Эта битва покажет, кто окажется сильнее, а кто проиграет! Мы станем святыми! А я хотел быть первым, кто его победит! Совсем не ожидал такого поворота! Все просто сходят с ума! И еще это арена для сражений! Я таких раньше не видел! Это специальная арена, которую у нас используют! Ха-ха-ха! Сейчас ты поймешь, каково сражаться с одним из верховных воинов темной обители! Итак, давайте решим, кто пойдет первым! Хм! Так и быть! Давайте я пойду! Нет! Я разберусь первым! А вот и он! Первым из трех верховных воинов сразится Эссон! Обладатель сбалансированного Инфинити НАТО! И, похоже, яростный Цербер тоже готов к сражению! Ну что, парень, желаю тебе удачи! Сейчас мы с тобой похотимся! Яростный Цербер! Я обязан победить! Я хочу узнать, где Фантом! Крылья Ареса! Эй! Готовься! Крылья Ареса! Ну как? Все готовы? Три! Два! Один! Надо! Разогреемся! Яростный Цербер! Как странно, его Инфинити НАТО атакует! Вот это начало! Эссон наносит жесткие удары, мол, Инфинити НАТО люка! Так может только яростный Цербер! Двойное кольцо позволяет менять защитный режим на атакующий и атаковать с разных углов! Вперед! Крылья Ареса! Чтобы ты знал, атаки с разных углов очень быстро заставляют терять баланс! Тебе конец! Что? Нам нельзя проиграть! Крылья Ареса! Да! Продолжай! Это бесполезно! Мой яростный Цербер может мгновенно переключать режимы! Перед лицом атаки яростный Цербер никогда не ромеет! Он переключается на защитный режим и стойко сопротивляется в центре арены! Теперь я! Атакующий режим! А? Что такое? Как это? Яростный Цербер наносит точные удары и крылья Ареса! К своему сожалению, становится заложником арены для сражений! Угодишь в эту ловушку, выбраться будет нелегко и неважно, какое у тебя инфинити надо! Как же так? Крыльям Ареса остается только тратить свою энергию вращения! Крылья Ареса! Тут все так сражаются! Все равно, я ни за что не сдамся! Эй, парень! Слова тебе не помогут! Давай! Теперь добей его! Ну все, пора! Он прямо над тобой! Как такое возможно? Он точно просчитал направление атаки и, наклонив свой инфинити надо, использовал силу удара, чтобы выбраться оттуда! Сразу и не скажешь, парнишка оказался умен! Ну и что с того? Надолго я там не задержусь! Контр-атаку! Вперед! Раскрой крылья победы! Чего? Неужели? Вот что задумал! А-а-а! Он же-же-же! Он же вызвал духа! Невероятно! Невозможно поверить! Кто мог подумать, что парнишка и правда может вызвать духа? Ну и ну! Сейчас мы повеселимся! Я тебе покажу! Пора поохотиться! Яростный Тернер! Эссон тоже вызвал духа! Сражение близится к своему финалу! ! О-о-о! А? Крылья Ареса! Ничего себе! Вот это! Молодец, Собер! И мы знаем победителя! Яростный Цербер с легкостью одолел крылья Ареса! Победитель Эссон! Я верил в него! Потому что он воин! Поверить не могу! Как это Люк мог так легко ему проиграть? Ну вот! Теперь ты познал нашу силу! А? Если что-то не нравится, тебе нужно больше тренироваться! Ха-ха-ха! А он прав! Если ничего не поменять, я так и не выиграю! Я в темной обители! Тут победа, значит все! Я должен стать сильнее! В следующей серии В битве Инфинити-Надо Духи быстро расправляются с Райаном И вся надежда остается на Вики и Алана Которые еще ни разу не вызывали духов Противостоять Верховным Воинам Кажется непосильной задачей Произойдет ли чудо? Смотрите в следующей серии МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Переведено и озвучено Стрейдпро в 2020 году Роли дублировали Даниил Ефремов Алексей Пустовойтов Даниил Бледный Дарья Шевчук Ярослав Горнаев Дмитрий Череватенко Лина Иванова Антон Багдасаров Александр Коврижных Дмитрий Полиновский Александра Курагина Владимир Голицын Алексей Рыжков Александр Коврижных Продолжение следует...